Всем здравствуйте! Сегодня 11 февраля 2023 года, Одесса. Игорь Та. Да. Показываю наши новостройки для тех, кто говорит, что у нас ничего не строят. Хорошо. За Одессу. Вчера у нас в Одессе, фактически и практически, весь день были воздушные тревоги. Ночью тоже была воздушная тревога. Со светом нам лично выключали вчера один раз свет на 6 часов. Ну, примерно у всех, наверное, так одинаково. Я не могу сказать за всех. Ну, примерно, я так думаю. Что еще со светом? А, сделали же графики стабилизационные. Ну, это экспериментальные графики. И вот сейчас по ним отключают. Ну, сегодня суббота. И я так думаю, что могут меньше отключать. Может быть, по графику, но может быть, один раз так же, как вчера, да, Игорь? Я так думаю, да. Да, скорее всего. Ну, мы не знаем. Будем посмотреть. Вот я показываю, что трамваи не ходят. Мы можем идти прямо по трамвальной линии, потому что здесь машины не идут по трамвальной линии. Сейчас. Когда пойдут трамваи, неизвестно. Вчера в Одессе было минус восемь утром. Смотри, он поехал по трамвальной линии. Да. Он, я имею в виду, машина. А, она. Он водитель. Она, я имею в виду, женщина. Украла нашу идею. Увидела, что мы идем, да? Да. Да. Вчера было минус восемь утром. В шесть утра, да, было где-то так? Потом было минус семь, минус шесть. А днем было такое солнце вчера, что на солнце было плюс пять. Ну, все равно был, конечно, морозец. И обстановка вот эта была все время с воздушными тревогами. Да посмотри, они все идут здесь. Любят они это дело. Ну, мы не нарушаем. Нарушают они. Или как, я не знаю. Или как. Почему? Чего? Нет, мы можем здесь идти. А, они нет. Ну, вообще, так как они стоят на тротуарах, я считаю, что мы можем идти по дорогам тоже. Они занимают наше место. Что, нет? Да. Ты не отвлекайся. Да, хорошо. Я не отвлекаюсь. А, знаете, что? Вчера на Дерибасовской был пожар. Горел жилой дом. Наверху, на чердаке. Это чердак, наверное, так называется. Да. И, да, там сидел молодой человек. Вылез в окошко чердака и кричал, чтобы его спасли. Его спасли. Дом потушили. Ну, не дом, а чердак. Я не знаю, сейчас разбираются, у чего там вдруг стал пожар. И, знаете, что это за дом? Это тот дом, где когда-то был гастроном. Сначала мясо там продавали, потом колбасу. Ну, вы поняли меня, да? Кто жил в Одессе, что это за дом? Решильевская уже. Ну, зачем? Мы не говорим адреса. Зачем ты говоришь? Ты же рассказала на Дерибасовской. Ну, так все, Дерибасовская же большая. Большая, все, ты уже сдал меня. Все понятно с тобой. Хорошо. Так. Что еще? А? А, еще, знаете, что? Google подарил одесским учителям, по-моему, 120 компьютеров этих, ноутбуков, ноутбуков, я тебе говорила. 100, 100? Нет, что-то 100 мало, по-моему, 120. А? Нет? По-моему, 100. Ну, хорошо, даже 100, просто интересно узнать хоть одного учителя, кто получил этот ноутбук. Кто получил, отозовитесь. Ну, тоже хорошо. Я думала, что сегодня тоже будет солнышко. Ну, как-то не очень. А, за вчера, за погоду мы сказали, а за сегодня, скажи, что-то за погоду хотя бы, что-то молчишь. Хотя бы. С утра было 1.04. Вот. Сейчас 0. Да? Да. Ну, чувствуется, по-моему, как и ноль. Вот еще там стройки, видите, все вот это современное. Да. Мы в основном ходим в историческом центре Одессы. Конечно, там все дома несовременные, исторические. Ну, тоже умудряются. Ну, да. Хотя, действительно, против этого. Я считаю, что если есть, то есть того надо и делать. Ремонтировать, реставрировать. Ну, может быть, вот это вот сейчас, что приняли в ЮНЕСКО. А, да, да, да. Может быть, это повлияет? Смотри, какое солнышко вышло, да. Может быть, это повлияет? Ну, скорее всего, да. И они перестанут строить в центре города? Да, должны были же приехать. По-моему, приехали, да? Комиссия? Комиссия из ЮНЕСКО. Вот, я не помню, они должны были или уже приехали. Да, и вот эти вопросы все сейчас решаются с ЮНЕСКО. Как тебе этот? Медведь. Медведь. Это такое кафе здесь? Кафе, да. Не будем заходить смотреть кафе? Не будем. Не будем, да? Не будем. Ну, хорошо. Отчего не будем? Не хочешь? Не надо. Не надо. Да. Это вот здесь такой большой ля сельпо или ле сельпо. Супермаркет, гипермаркет. Не знаю, как правильно. Ну, и, конечно, Ситимейл Кадор. Меня спрашивают, что такое Кадор. Это вот компания Кадор, которая строит. Турецкая, которая, по-моему, да. Да, хозяин, да. И он очень много строит. Их нет. Да, ну, очень видно. Они на каждом доме пишут. Видно, да. И вот у них, по-моему, есть свои генераторы. О, смотрите, какая машина. Чистит, чистит. Подметает. А, подметает, подметает. Тут же высасывает. Да? Ага. Тут же всасывает. Здорово. И вот, по-моему, их дома, они идут с генераторами, они строят. Ну, я не утверждаю точно. Но теперь они не будут строить уже в центре. А, теперь, да. Сейчас, да, пишут, что многие земли вернули уже городу, который нечестным способом в разных исторических местах Одессы попали в частные руки. Вот уже началось, возвращают. Ну, это правильно. Плюс, ой, хотят это... Это что, клуб какой-то шахматистов? Нет. Шахматистов вдвоем. Да? Двое тоже пойдем поиграть. Это что, кафе мы что? Ну, давай посмотрим. Я не знаю. Но интересно, что под этим вопросом. Мне неинтересно. Очень интересно на эту красоту, вот, местную. Да? Вот, на это здание. И что? Ну, здание, да. Высокое, бы что? Это вот еще какое-то делается или это оно? Да, я думаю, оно ремонтируется. Ремонтируется. Видишь, оно уже было построено. Что-то они там делают. Да. А они просто сеткой его сейчас затянули. А, ясно. Может, утеплять будет. Так, ты помнишь, как парк у Шепченко идти к аллее, не доходя до аллеи славы? Там корты были раньше, помнишь? Там начали строить. Да, там корты убрали и начали строить многоэтажки. Современные дома. Люди возмущались, выходили с плакатами. С протестами. Да, с протестами. Но там уже не очень быстро. Они так быстро начали строить. И, оказывается, они начали строить гостиничный комплекс нежилой. И вот сейчас опять уже там стоят, по-моему, два дома. И сейчас начали, запретили им. Но опять наложили арест. Но это же уже несколько раз. Арест на вот это строительство. Что они не имели права там строить. Просто дело в том, что там рядом с кортами построены же тоже огромные. Огромные высотные дома. А я считаю, что там тоже они не имели права. 20 этажей. Да. Потому что это тоже исторический центр. Как роддом. Да. Что? Ничего. Там живет роддом, который был. Которым родился наш Витечка. Ох, какое симпатичное кафе. А, это не кафе, это квиты. Да. Вот это трудом. Тоже выселили всех оттуда. Медиков закрыли. Он просто-напросто разрушился. Отсыпается. Да. И вот недавно опять обвалился. Его закрыли этими железными воротами. Этими забором. Ну вот. Теперь будет восстанавливаться. Ну, поджар. Это было тоже историческое здание. Ну, не знаю. Будем. Посмотрим. Ну, дай бог. Дай бог. Да. Здесь, конечно, очень такое по-своему интересное место. Место, где мы идем. Здесь много кафе, много построек. Ну, потому что это такое немножко зона отдыха. Когда-то было санаторий, одни санатории. Ну, когда-то, да. Я имею в виду, что сейчас это такая зона. Здесь много... Много нет. Ну, здесь много кафе. Это дорога к морю. Зона отдыха все равно. Ну, вот отель здоровенный. Да. А это вот все жилой, спальный район. Ну, это не спальный, ну, не спальный. Спальный, ну, не спальный. Да, спальный, ну, не спальный. Здесь много сдают квартир. Как будто не ходит кодор. Да, да. Вот видите, все кодор, кодор. Жилое счастье всем. Это жилой дом. Ну, понятно, что жилое какое. Жилое, не отель, я имею в виду, это жилое. Да. Я что с тобой спорю? Ты прям так это все воспринимаешь. Да. Вот, вот, вот. Вот этот. Это, кстати, был? Да. Дай же покажу вот здесь. Сейчас машина задавит. Ничего она меня не задавит. Она боится, я ее снимаю. Что? Коплекс. Я думаю, ты по лестнице хочешь пойти? Нет? Чего? Уже съел. Как это? Ты ничего не хочешь? В кафе-то не хочешь? Ты так и не хочешь? Ну, хорошо, что санаторий не тронули. Как же хорошо. Ты имеешь санаторий Молдова? Да. Ну, да. Есть, есть. Я не знаю, странно. Да, да, хорошо. Санаторий Молдова стоит. Слава Богу. Вон банкент, ты. Зал. Одесса. Хол. Да. Зал. Хол. Ну, хорошо. Заходите на наш телеграм-канал, который называется Одесские прогулки. Ссылку и название я выставляю под видео. Там другие видео. Там есть афиша, что, где идет, в каких театрах вы можете посмотреть современное. Вчера или позавчера мы сняли, да. Вчера мы не выходили. Да, вчера мы не выходили. Будьте нам здоровы, берегитесь себя. А мы сейчас пойдем на море. Так что заходите на телеграм-канал. Будем идти на море. Там.